Приветствую вас, Яна. Давайте поисследуем то, что вы написали. У нас в МЧ впечатлибо усложнилась трудная ситуация. Здесь сразу есть нюанс. Вы пишите у нас в МЧ. То есть вы пишите у нас, не у меня, трудная ситуация сложилась, а именно у нас в МЧ. То есть мы здесь имеем дело с неразграничением ответственности. То есть мы имеем дело с тем, что вы не отграничиваете свою ответственность от ответственности молодого человека. Ну и наоборот, соответственно, да, то есть вот эта вот разница в ответственности. Разграничения ответственности этого нет. Хотя момент этот достаточно важный. Не может быть сложнее ситуации у вас. Понимаете, у вас обоих. Сложнее ситуация может быть у вас, лично у вас. Это да. Но не у вас обоих. Это невозможно. Поэтому если сложная ситуация есть у вас, если вам сложная. Если для вас это сложная ситуация, к примеру. то да, в таком случае можно исследовать, чем эта ситуация сложна для вас, например. Почему эта ситуация для вас сложна. Но растворять свою ответственность в ответственности общей, это путь к деструкции в отношениях. Дальше. Значит, вы пишите, мы в декабре еще расстались, но до сих пор любим друг друга и общаемся. То есть по сути, речь идет о том, что вы не можете в режиме такой близости, близости вы не можете находиться адекватно. То есть именно в режиме близости вам тяжело. И вы расстались, чтобы было спокойнее и комфортнее. То есть здесь вопрос личных границ. То есть ограничение себя у другого человека. Дальше. Причиной расставания стали ссоры. И дождь у нас стал от них. Ну, вероятно, вы в какой-то степени и правы. Говоря о том, что причиной расставания стали именно ссоры. Вероятно, вы и правы в этом. Но момент заключается в том, что ведь у ссор есть некие причины. И вы, получается, почему-то ссоритесь со своим молодым человеком, к примеру. Даже не смотря на то, что у вас к нему любовь. Ну, в таком случае получается, что необходимо поисследовать причину ваших ссор. Почему вы ссоритесь, например? Каков именно ваш, допустим, склад, ссор? Именно вы. Какой именно вы вносите вклад в то, что ссоритесь? Я уверен, что этот вклад есть. Я уверен, что вы выносите свое лето в то, что, ну, в то, что ссоритесь. С молодым человеком. Вот. Вопрос заключается лишь только, мне кажется, в причинах. То есть, вот, понять причину конфликта, да? Чтобы понять причину ссоры вашей. Именно того, почему вы ссоритесь. Не кто-то, а именно вы. Почему именно вы ссоритесь. Вот. Это очень важная история, очень важный момент. Дальше. Так. Значит, в начале, марта мы поругались сильно, не общались долго. В конце марта он первый написал, чтобы помириться. Здесь вот, на мой взгляд, не совсем понятно. То есть, вы говорите, что вы расстались в декабре и просто общались. Но если вы расстались в декабре и просто расстались, то из-за чего же вы тогда ссорились? То есть, вот, а из-за чего ссора тогда вообще возникла, если вы расстались? Уже. То есть, казалось бы, если вы расстались, то ссориться не из-за чего, а получается, что вы все равно ссоритесь. Вот. Мне кажется, это такая достаточно важная история. Достаточно важно понять, почему происходит так. Из-за чего так происходит, грубо говоря. Вот. На мой, на мой, на мой взгляд, конечно. На мой, на мой взгляд, конечно. На мой взгляд, вот, очень важно это разобрать. Вот. Потому что. Очевидно, что есть какие-то, ну, может быть, может быть, нерешенные конфликты. Над вами нерешенные обилии, нерешенные желания, например. Вот. Такая штука. Далее. Так. В конце марта он первый написал, чтобы помириться, сказал, что ему не все равно на меня, и что он не может все это так оставить. Как? То есть, понимаете, вот здесь есть, на мой взгляд, такой важный момент, что отношения ваши, они как-то ради отношений уже. Да. То есть, ваши отношения, они ради отношений, они не ради других людей, они именно, именно ради отношений. И мне кажется, что это отчасти то, что, то что очень, эм, усложняет в целом вашу жизнь. Потому что отношения ради отношений всегда сложнее поддерживать, например, чем, допустим, отношения ради, к примеру, человека самого. Вот. То есть, это факт, эм, известный, это факт, такой, достаточно, эм, явный. Вот. И мне кажется, эм, что, ну, не подлежит этот, этот факт сомнением, да. То есть, мне кажется, что, эм, вот, стоит спросить эм, себя, да. Эм, чего именно вы хотите, например, для мужчин, для мужчины, допустим, допустим. Эм, чего именно вы хотите для, к примеру, себя. Вот. Вот. То есть, это, мне кажется, очень, эм, важный момент, на самом деле. Далее. Так. Ну, как у нас состоялся разговор, в котором я сказал, что мне нужны отношения, так как я люблю его. Эм, ну, вот, ээ, да. Я нам, ээ, здесь вы высказываете, собственно говоря, прямо свою мысль. Вот. По сути. Ээ, вы высказываете свою мысль прямо, говоря о том, что мне нужны отношения, ээ, мне нужны отношения, потому что я люблю, люблю, эээ, тебя. Вот. Но, тут вы, вы не замечаете, как бы вы не видите, как, как бы, эээ, ну, такого противоречия, грубо говоря. Эээ, претворечия заключается в том, что, эээ, вы любите человека, и поэтому вам нужны, ээ, отношения. Ну, это, немножко, немножко, это не так работает. Немножко, это не так работает. Эээ, это работает немножко по-другому, а именно, что, эээ, вам нужны, эээ, вам нужен человек, не отношения, а человек. И нужен вам человек, потому что вы хотите для него что-то. Вот. Но, вы здесь говорите о том, что вам, эээ, нужны именно отношения, потому что вы человека любите. Вот. Я понимаю, что вы сейчас, эээ, можете, ээээ, сказать, или подумать, что я к вам, ээээ, придираюсь, но, на самом деле, нет. Это, эээ, очень важная история, это очень важный момент, эээ, и, от того, как вы воспринимаете, воспринимаете отношения, эээ, в принципе, много, очень многое зависит. Вот. И ваши ссоры, эээ, в том числе, да, они, как бы, тоже зависит от того, эээ, что для каждого из нас, чем, чем, чем для каждого из вас, ээ, является отношением. Поэтому, пока что, я могу сказать, эээ, в некотором смысле, что, я вижу, эээ, причину, по которой у вас, у вас начинаются ссоры. Ну, ги, такая, знаете, эээ, гипотеза. Гипотеза. Дальше. Эээ, так. Он сказал, что ему, на данный момент, нужно со мной спокойно, спокойное общение, без конфликтов и обид, что у него нет желания сейчас иметь вообще отношение, что ему хорошо со мной в общении, как сейчас, без насилования мозга и без переживания. Ну, да, я думаю, что это искренне, потому что человек действительно к вам что-то чувствует, но, понимает, что, эээ, допустим, какое-то, вот, сближение, ээ, с вами оно, эээ, скорее, скорее всего, повлечет за собой, эээ, негатив. Вот. Мужчина этого не хочет. Вот. И надо сказать, что, опять же, это его право, это его право, что он этого не хочет. Эээ, вот, и вопрос заключается в том, эээ, насколько вы, эээ, принимаете его решение, его выбор, вот, принимаете ли вы, ээээ, ну, принимаете ли вы его, это, это решение и выбор. И вообще, на мой взгляд, на мой взгляд, это, очень важно. Очень важно,ous понимание, этот момент. orous, да? То есть, как вы относитесь ко его, вот, ну, и, к его, а, такому решению, к его такой позиции, да? или нет. От этого в некоторой степени зависит будущее ваших отношений, потому что мужчина к вам настроен достаточно наосторожен, как я вижу сейчас, вот, и соответственно может потребоваться, ну, какое-то время для того, чтобы он вам доверился вновь, вот, и вопрос, конечно, заключается в том, готовы ли вы ему этот момент предоставить, то есть готовы ли вы предоставить ему вот это вот основание, что любое решение его будет принято, понято и, в общем-то, как бы, ну, поддержано, потому что если это не так, то отношения с человеком будут достаточно затруднены, вот, именно, именно по причине вот непринятия, непринятия того, что он хочет, того, что ему важно и нужно. дальше, эм, так, у него экзамены, на данный момент он серьезно готовится к ним, репетиторы и все остальное, не знаю, влияет ли это на его негативное отношение, скорее всего, да. Ну, нет, на самом деле здесь дело, дело совсем, ну, дело не в том, что, знаете, вот, эм, что у него сейчас, эм, там, эм, сессия, да, и так далее. Я, честно, честно говоря, не думаю, что в этом все дело, я думаю, что человек не хочет, эм, просто, эм, действительно не хочет для себя проблем. Человек хочет все-таки действительно, эм, просто вот, ну, просто, эм, спокой, спокойной жизни. Человек хочет для себя, эм, просто комфорта. Ого. А, когда он с вами, вот, в отношениях находится, да, этого комфорта он не, не ощущает, к сожалению. И, поэтому он не хочет, эм, с вами сбли, с вами сближаться. Вот. Ну, так, по крайней мере, по крайней мере, мне, мне видится. Эм, этот момент, эм, опираясь, опять же, опять же, на то, что вы, эм, вот, ну, на то, что вы написали, на то, что вы говорите. Вот. Я не берусь, эм, наверняка, эту, эту утверждать, да, вот. Вот. Ну, мне видится, мне видится, эм, с, ну, вот, 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 вот такой, примерно. Эм, то есть это, опять же, вообще, здесь рационализация и средства защиты. Вероятно. А, дальше. Эм, на вопрос, у тебя в стиле ко мне чувства он сказал, что вы любите меня, но понимаете, что я уже не его девочка. А для чего вы спрашиваете про его чувства? Почему? Почему вы задали этот вопрос? Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ ага, ну, ваших отношений. Для меня это выглядит так, что вы продолжаете, условно говоря, пытаться привязать человека к себе, вот, а он это вот понимает как, ну, как давление, давление на себя. Вот, и в этом хорошего, вот, именно такого конструктивного, да, для вас и для ваших отношений нет. Кроме того, что мужчина просто видит, как вы в нем нуждаетесь, и его это, ну, в восторг, в восторг его это не приводит, потому что это давление, особенно с учетом того, что ему нужно готовиться к экзаменам. Вот. Дальше, эм, так, он всегда так любит, сказал, что любит меня как человека, эм, если я хороший, когда спрашиваю его про других, он говорит, что никому ближе, эм, чем друг, друг на расстоянии, кроме меня, он даже не хочет, чтобы ему кто-то нравился, потому что ему это не нужно. А зачем вы это спрашиваете, если вы расстались, э, э, Яна? Эм, я в растерянности, что делать? Что делать, чтобы, чтобы, что? Эм, стоит ли надеяться на то, что у нас будут, э, э, отношения? Эм, я думаю, что надеяться не нужно, не нужно ни на что, потому что, э, надеяться делать вас зависимым. Э, э, я, э, думаю, что можно, можно, э, э, преследовать, э, э, вот этот момент, э, согласно которому вам очень нужны, э, э, отношения. Э, 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 я думаю, что, э, э, можно поисследовать, э, момент, э, 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 ну, почему, почему вам, э, э, отношения так важны, вот, э, э, что вы об этом говорите, и что вы говорите об этом, ну, неоднократно, по сути, э, э, вот. И я бы, вот, на это, наверное, обратил, обрат, обрат, обратил, бы, больше внимания. Э, э, вот, потому что, э, есть ощущение, что, э, вам, э, 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 ну, не, не, не столько, э, 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 человек, э, ну, не важно, сколько отношений с ним. Вот. Сейчас, скорее всего, вы со мной, конечно, не согласитесь. Э, э, так, для меня важнее отношения тем, что у меня есть желание строить что-то с этим человеком. Ну, опять же, надо быть, у вас есть желание строить что-то с этим человеком. Да? Вот. Ага. Но, хочет ли он? Э, 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 что из того, что вы хотите строить с ним, э, хотите вы, к примеру, э, лично, для, э, э, себя, допустим, э, допустим. То есть, вот, что из того, что вы хотите, э, строить с ним, вы хотите чисто, чисто для себя. Вот. Ради себя. Это неплохо. Это неплохо. Но, э, поисследовать этот момент, почему так, очень важно. Так. Чтобы вы были свободны в своих действиях. Дальше. Э, э, так, э, вкладываться во что-то вместе, но он не хочет отношений, а просто спокойное общение. Ну, опять же, вкладываться во что-то вместе. Да, тут такое ощущение, что вы, вот, как-то, знаете, вот, ну, кто-то, если, вот, знаете, ну, с себе не уверены, что ли у меня, ну, ну, ну. Ну, вот, э, ну, вот, э, ну, такая, с-ко-вою, вот, мне, видится... То есть, такое ощущение, что вы неуверены в себе и пытаетесь, вот, эту неуверенность в себе компенсировать, собственно, вот, как раз такой позиции в отношениях. Вот. Я не думаю, что это даёт вам большой плюс, я не думаю, что это даёт вам преимущество в отношениях, я не думаю, что вы будете чувствовать себя в этих отношениях хорошо, потому что у вас очень большая потребность у них, очень большая значимость, ну, очень большая значимость в этих самых отношениях. Понимаете? Вот. И это, в общем-то, является, на мой взгляд, серьёзной проблемой достаточно, потому что вы не можете знать, как поведёт себя мужчина. Вот сейчас, да, сейчас, к примеру, для него важна учёба, да, и для него сейчас важно, ну, чувствовать себя как-то вот хорошо, комфортно, вот. Это для него сейчас, ну, важно сейчас. И вы, получается, настаётесь в пролёте из-за этого. Понимаете? Вот. Но вам-то, вам-то нужно жить очевидно дальше, вам-то нужно двигаться как-то вот очевидно вперёд по жизни, а вы, получается, зависите от человека и по факту ждёте его. Вот. А это, в свою очередь, и на него оказывает тоже существенное давление, давление, которое, ну, крайне неприятно человеку, может быть. Поэтому здесь вот такой момент. Я надеюсь, что вы обратите на него внимание, потому что это, ну, это правда очень важно. Я надеюсь, что вы обратите на это своё внимание всё-таки. Дальше. Эм, так, посоветуйте, что делаешь, чтобы что? Я рад в первенстве. А из-за чего? Может, это и есть настоящая любовь, когда мы любим друг друга, как людей без дикой страсти, без влюблённости, а просто, ну, любим душе, без пылающих чувств. Какая-то родственная любовь, будто. Ну, любовь действительно бывает разной. Здесь, в общем-то, затравы, но в вашем случае мне кажется, что ситуация немножко не такая. Вот, в вашем случае мне кажется, что ситуация очень осложняется теми вещами, о которых я уже сказал. Вот, и вам, ну, вот, крайне желательно обратить своё внимание на них. Вот, на эти вещи. Для того, чтобы разобраться в себе. И вот тогда, когда вы разберёте в себе, вот тогда уже можно будет говорить о том, любовь ли это или нет. Или, к примеру, что-то другое. Вот. Вот, мне кажется, мне кажется, что так можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Вот. А так любовь, она действительно может быть совершенно разной. И тут вы абсолютно правы. В этом смысле. Вот так, я думаю, можно ответить вам. Я надеюсь, что это было как минимум полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Лучшего я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.